Я представлюсь. Меня зовут Андрей Клинковский. Я первый раз выступаю в Симферополе, хотя много раз подряд я со своим музыкальным багажом проезжал мимо, и из Симферополя ехал на юг по трассе Симферополя. Севастополь, наверное, известное для вас место Крымской астрофизической обсерватории. Когда-то давно я мечтал стать астрономом, да можно сказать, я и стал на какой-то короткий период времени, но в жизни больше меня увлекла музыка. Музыка созвучная небесным светилом. Именно вот в период обучения астрономии я вдруг почувствовал, что о звёздах можно говорить не только языком математики, физики, астрофизики, не методом вычерчивания звёздных карт, фотографирования созвездий, каких-то небесных объектов, но можно говорить языком музыкальным. Ну, мы, по большей части, так и делаем с вами, да? Ведь когда мы хотим изменить своё настроение, создать вокруг себя ту или иную обстановку, соответствующую нашему внутреннему какому-то порыну душевному, мы подбираем подходящую музыку. Во время романтичной встречи с красивой девушкой, с симпатичной юношей, это девушкой касается, да? Мы включаем хорошую музыку, чтобы она скрашивала вот эти приятные минуты жизни. И когда-то я захотелось написать такую музыку, которая бы скрашивала минуты жизни астрономов, которые находятся в башне под звёздами, фотографируют эти звёзды. В ту эпоху, когда я всё это дело затевал, звёзды фотографировать было очень непросто. Чтобы сфотографировать тот или иной небесный объект, астроном приходил дежурить часами около телескопа. Небесный объект очень слабый, это днём нам удаётся делать вот такие вот снимки, щёлка готова. А чтобы сфотографировать то или иное созвездие, даже вот те звёзды, которые глазами бедны, уже нужна выигрышка продолжительная. Чтобы сфотографировать далёкую галактику, когда-то давно астрономы дежурили около телескопа часами, иногда сутками напролёт. Вставлялась фотопластинка, вокальную плоскость объектива телескопа открывался затвор, телескоп медленно следил за звёздами, кончалась ночь, закрывали затвор, телескоп продолжал вращение самостоятельно в течение дня. Спускались сумерки, опять открывался затвор и продолжался процесс накопления света. Как вы можете понять, работа астронома достаточно такая вегитативная. Много ожидания, а потом может случиться так, что ещё и драк эмульсии, фотосниг. И нужно начинать это всё делать с самого начала. И астрономы, конечно, очень много времени проводят. Башни, конечно, башни выезжают куда-то в открытые местности. Им бы музыка очень помогла. И я стал писать такую музыку. И в 1997 году у меня вышел первый альбом. Я назвал его «Музыка небесных сфер». Он так или иначе музыкально описывал вот эту ночную стихию. И за следующие годы, в 1997, 1998, 1999, я написал таких альбомов пять. Но потом переключился немножко в другое русло. Это тоже была «Музыка о звёздах». Уже немножко другого направления. Более динамичная, какая-то более, может быть, полётная. А цикл «Музыка небесных сфер», состоящий из пяти альбомов, я забросил. Когда-то хотел сделать 12. И только вот спустя 12 лет я вернулся к нему. И вот сегодня я вам хочу представить новый альбом из этого цикла «Музыка небесных сфер», часть 6. Посвящён он самым маленьким жителям Солнечной системы. Маленьким метеорным частичкам, которые с большой скоростью встречаются с нашей земной атмосферой. Летят навстречу Земле по-робителю. И их пусть попадает прямо вот в воздух. В большой скорости при трении воздуха эти частицы разогреваются так сильно, что они начинают светиться. Это продолжается иногда секунду, полсекунды. Самые крупные, если их развернуть в конфетку, порождают такое явление, как болиды. Это очень яркий метеор. Обычные метеоры имеют яркость, как звезды, которые мы видим. А болиды бывают яркостью даже с Луной. Но всё равно не с горянки. Хотя, если этот камешек будет размером с яблоком, то он уже долетает непонятностей. Он, как правило, выпадает куда-то в океан, в леса, в болото. У нас их много. И поэтому только незначительная часть находится потом учёными. И они, конечно же, исследуются. И об этом, изучая вот эти небесные светила, небесные тела, которые в конечном итоге в любви нам только в самой последней мгновении своей жизни. Учёные могут делать очень интересные выводы. Как об истории Солнечной системы, так же и о, возможно, наших прошлых. В частности, когда были открыты первые малые планеты, а это, на самом деле, тоже в чём-то родственники метеорных частиц. Их открылось очень много. Сначала одна Церера в 1801 году. Она обращалась между орбитами Юпитера и Марса, где долгое время не было известно никаких планет, но орбита была предвычеслена из определённых математических соотношений. Потом мыслило, что на этой орбите, на близких орбитах к орбите Мастера и Церера, существует множество подобных тел, немного меньших размеров. Их стали открывать всё больше. Размеры этих небесных тел, доступных для открытия, становились всё мельче, потому что телескопы росли в размерах, и уже можно было открывать совсем крошечные небесные тела, размерами километров, сто метров поперечники. И астрономы не на шутку задумались, а может быть, это остатки какой-то разрушенной планеты, подобной нашей Земле. И кто знает, может быть, там где-то в космосе, когда давно произошла катастрофа, была большая планета, а теперь только мы видим глыбы, кусочки песчинки, оставшиеся от неё при каком-то разрушительном процессе. И, ты знаешь, может быть, это дело в руках самих жителей, ведь и мы с вами тоже не всегда бережно относимся к нашей планете. То есть экологию мы пренебрегаем, это дело десяток, но у нас много ядерного вооружения, что уже действительно станет близко к положению нашего существования. Даже для планеты, где, собственно, мы опасны. Таким образом астрономия, казалось бы, наука о звёздах, наталкивает нас на самые разные интересные мысли уже действительно какого-то близкого смысла для всех нас касаться. Ну, разговор, разговор, приём к музыке. Я сейчас исполню произведение, которое к новому альбому не имеет отношения, но задумано оно здесь, в Крыму. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, в Крымскую астропедическую обсерваторию, не только с целью провести концерт, но и просто понаблюдать звёзды, здесь, в горах, эти звёзды, конечно же, для меня очень хорошо и гораздо лучше, чем в Москве, откуда я приезжаю сюда. Вот композиция «Как в горах зажигаются звёзды», придуманная именно здесь. С меры и начнём наш кафе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо. Ну а теперь переходим к новому альбому, который называется «История упавшей звезды». Об этих упавших звездах я уже немножко рассказал. Ну, в основном тебе да, приходится иногда прилегать к словесным описаниям, чтобы потом музыка это было понятно. Ну, я хочу много об истории альбоме рассказать. Я долгое время, как уже сказал, не возвращался к теме музыки небесных сфер. Были другие музыкальные темы, тоже созвучны космосом. У меня есть цикл «Звездное небо», каждая из пластинок, в котором посвящена тому или иному созвездию. Созвездия Агромеды, созвездию Кассиопии, созвездию Ливы или Северной Короны. Если смотреть в небо, можно творить в самых разных направлениях, описывать облака или полярное сияние. Ну, а вот этот альбом родился с определенной подачи одного моего хорошего друга, который занимается созданием вот такого вида, скажем так, продукции, если можно выразиться. Это контент для мобильных планетариев. Я вот не знаю, в Симферополе планетарии есть? В центре детского творчества нет планетарии. Ну, значит, наверное, скоро будет. Потому что, может, кто-то из вас знает, планетарии долгое время у нас ассоциировались с такими монументальными сооружениями. Здание с большим куполом. Это не совсем обсерватория, потому что в обсерватории смотрят звезды настоящие, а в планетариях показывают звезды искусственные. Нарисованные на этом самом куполе с обратной стороны специальными проекционными системами. Раньше проекционные системы были механико-оптические или оптико-механические, даже не знаю, как правильно их назвать. Примитивно это выглядит так. Шар какой-то внутри лампа, в шаре дырочки побольше, поменьше. Свет от лампочки выходит через эти дырочки, проекционируется на купол, и мы видим звезды побольше, поменьше, в зависимости от размера отверстия. Но, конечно, самое дорогостоящее в планетарии сам его корпус, здание, сам купол, который не так просто был построен. Но сейчас новые технологии. Сейчас планетарии делают мобильные, переносные и немножко надувные. То есть, выглядит это как просто чемодан. В нем сложены, как парашют из синтетического материала вот этот надувный купол. И второй чемодан, это насос, соединяют насос шлангом с этим неким, так сказать, воздушным шариком куполом. Он надувается, туда заходят люди, в центр ставят видеопроектор. Вот такой же примерно, который сейчас проецирует изображение сзади меня, но со специальной насадкой на детектив, которая позволяет проецировать это изображение не на стену, а на купол, причем на весе, на все его, так сказать, 180 градусов. И вот мой знакомый занимается такими предельными вещами. Он тоже любитель астрономии так же, как и я. И задумывал сделать детскую программу для таких вот, для детей, приходящих в эти мобильные планетарии. И у него возникла проблема с музыкой. Нужно как-то озвучить. И он попросил написать музыку, я написал эту музыку. Детская получилась весьма условно. Вряд ли она детская. Она такая же, как все остальное, что я пишу. Что делать? Каждый художник рисует в своем художественном каком-то жанре, а каждый поспект пишет в своем стиле. Но оно подошло. Ну а когда это все уже было готово и была программа запущена, я посмотрел, на самом деле, вот эта музыкальная программа, написанная для этой лицарей, это практически был уже записанный альбом, только который должен был обработать. Лекция была, вот эта для детей, была посвящена как раз этим метеорам, ну и альбом, конечно, тоже им. И вот сейчас я исполню его, наверное, процентов на восемь. Из десяти композиций, которые в альбоме представлены, я сейчас исполню восемь. Я назову сразу названия их, потому что они будут встречаться одна за другой, и между ними можно ничего сказать. Ну, так или иначе, эти композиции все вместе показывают, какая бывает судьба у этих маленьких крокотных частиц, которые мы видим лишь тогда, когда они вторгаются в нашу земную атмосферу и не сгорают в ней. Из глубокого космоса, разговор с плеядами, в лунном сиянии, поля над Солнцем, в области Юпитера, кольцо Сатурна, и стать, а, зарубление Плутона, конечно же, и стать звездой. Вот все восемь пьес сейчас разучат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 по работе со всеми очень сложными синтезаторами, которыми я пользуюсь. И у меня тогда их в студии собралось достаточно большое количество перед этим мастер-классом. Игорь сделал несколько рисунков, а потом мы пошли пить чай, а потом мы как раз решили покопаться в этих синтезаторах. Ему было интересно, но я много знал, мог ему рассказать. А кончен с тем, что за этот день мы сделали запись целого экспериментального альбома. Если кто-то знаком с историей электронной музыки, то в её самом начале были такие достаточно известные имена. Клаус Шульц и Тенжи и Дрим. Это первый проход с электронной музыки. И вот, подражая им, мы экспериментировали со звуком, создавали какие-то диковинные созвучия, спецэффекты. И нам это понравилось. И мы стали собираться чаще. Уже без фотоаппарата, но правда с чаем, естественно, как всегда. И каждый раз мы записывали наши эксперименты. Но эксперименты были такие, чисто звукошумовые. И, скажем так, исполнительно. В первый раз это было бы очень затруднительно. Но позже их нам стали приходить уже в этих экспериментах мелодии. И вот, где-то год-два спустя, мы вышли совершенно на мелодичную музыку, поставили в дали большую часть электронной шумовых экспериментов. Вот одна из таких композиций, которые нам удалось записать вместе. Композиция «Маяк». Композиция «Маяк». В、 что-то то да! Ни-А- Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Созвездие Лиры – это одна из самых ярких звезд на небе. И потом осенью померили ее же координаты и выяснили, что пока Земля сместилась по орбите, сделала полоборота, изменилась точка нашего взгляда. Мы смотрим на эту звезду, объектив видеопроектора, допустим. И мы смотрим на этот объектив, на эту звезду, очень далекую, с разных точек земной орбиты. И можно померить изменение координат видимых этой звезды. Насколько смещается направление телескопа при перемещении нашего телескопа вместе со всей планетой по орбите? Измеряя этот небольшой угол всего доли секунды дуги, астрономы выяснят, что до этой звезды колоссальное расстояние. Порядка 26 световых лет. Это свет идет, этот расстояние проходит за 26 лет, но это ближайшая звезда. А до более далеких звезд расстояние измерить таким образом не удается. Этот угол становится настолько пренебрежимым мало, что меньше тот подврежности, которую современные телескопы в состоянии измерять. Как же тогда делают астрономы? Они находят поблизости звезды каких-то интересных классов, свойства которых напрямую светильные, связанные с какими-то параметрами этого класса. Пример таких звезд, наверное, переменные звезды цифериды, у которых есть точно проверенная зависимость между их яркостью в максимуме блеска и периодом изменения этого блеска. Это бывает неделя, две недели, три дня. Зная период изменения блеска, можно точно знать абсолютно яркость звезды в максимуме. Но мы видим их не такими, какие они на самом деле, а намного ослабленные тем гигантским расстоянием, которые до этих звезд в природе существуют. А значит, раз мы померили величиного ослабления этого блеска и знаем, какая звезда должна быть по своей светимости с какого-то стандартного расстояния, мы можем определить расстояние. Это уже следующий шаг измерения расстояний не только до звезд, а даже до других галактик, потому что в других галактиках тоже астрономы открывают вот эти переменные звездочки цифериды. Ну и, конечно же, есть такие далекие галактики, которые не разрешаются на отдельные звезды, и там невозможно заметить эти цифериды, и померить в них расстояние долгое время не удавалось. А потом заметили, что у далеких галактик спектры этих галактик, совокупные спектры, имеют определенные отличия. Что такое спектр? Это радует. Солнечный свет разлагается капельками воды на все семь цветов. Каждый охотник желает знать, как там лучше смешнее. Как однажды Жак-звонарь на городской сломал фонарь. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. В этих оттенках, при внимательном, так сказать, изучении, можно заметить темные линии поглощения. Глаза мы, правда, где-то не видим. Очень специальные приборы астрономы это замечают. В Солнечном спектре есть такие линии поглощения. Они говорят о том, из каких химических элементов состоит Солнце. Но из химических элементов состоит все на свете. В далекие галактики тоже. И линии поглощения в спектре галактики тоже можно заметить, измерить их положение в этом спектре. И выясняется, что они не в своих местах. Сдвинутый к красному концу этого спектра, к красному концу радуги, которую астрономы делают из цвета далекие галактики, разлагая их на радужную полоску с помощью специальных приборов, спектрометров. На самом деле там просто стеклянная призма. Из особого сорта стекла. И выясняется, что все галактики разбегаются от нас. Не все линии смещены в удаленной галактике. Смещены к красному концу спектра. Они летят от нас. Как будто мы им что-то плохое сделали. На самом деле нет. Если посмотреть с любой другой галактики на окружающее космическое пространство, мы увидим то же самое. Мы живем в расширяющейся Вселенной. Расстояние между галактиками увеличится. Каждую секунду на серьезную величину. На 100 км, на 1000 км. И чем дальше у нас галактики находятся, тем сильнее они разбегаются. И, конечно, это уже речь идет о гигантских расстояниях. Это миллионы, миллиарды световых лет. И все эти космические просторы ничем не помечены. Нет там таких километровых столбиков. Поэтому я принял композицию, которая называется метки световых лет. Это такие виртуальные километровые столбики. А скорее всего не километровые, а на которых отмечены световые года. Тысячи световых лет, миллионы световых лет. Я назвал их просто метками. Потому что столбик в космический вакуум не вбить. Метки световых лет. Метки световых лет. Эксперт-проект. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 по космическим дамям. Мне было очень приятно для вас играть. И то, что в первый раз происходит всегда, наверное, очень приятно. Я в первый раз сегодня выступал в Симферовом Проблеме. Это большая честь. Если у вас какие-то есть вопросы, подходите, спрашивайте. Мои компакт-диски в каком-то количестве, здесь рядом же столики есть, можно подойти их приобрести. Ну, а, в общем, вам, конечно же, хочу пожелать всего самого хорошего. С Новым Годом, наступившим! Со всеми остальными праздниками, которые здесь были, я их не очень отмечаю, я вообще далек от праздников. Но, тем не менее, праздники – это когда у нас есть возможность немножко отключиться от какой-то каждодневной рутины, вот этого цикла. Понедельник, вторник, вторник, четверг, пятница, суббот, креселие. Приходим в себя. И так опять в следующей неделе. А теперь у нас есть возможность подниматься. Вот это и желаю вам. Больше думать о вечном. Ну вот, собственно, и все. Большое вам спасибо, что нашли время. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Вот где-то. Может, где-то. Можно даже прийти? Продолжение следует...